Всем привет! Это системные новости. С вами Дарья Сулименко и Дмитрий Кольчугин. Сегодня в выпуске рост выручки земельного банка степи, нейросеть для программистов и итоги летней спартакиады. Обо всем этом и не только, подробнее прямо сейчас. Агрохолдинг степь наращивает земельный банк и выручку. Компания приобрела два сельскохозяйственных предприятия в Ставропольском крае – Сергиевская и Хуторок. Они владеют 18 тысячами гектаров пашиной земли, предназначенной для выращивания пшеницы. По итогам первого полугодия выручка степи выросла на 40,5% до 41,3 млрд рублей год к году. Рекордные результаты достигнуты благодаря увеличению объема экспорта трейдинговых направлений бизнеса, эффективной реализации остатков урожая прошлого года и увеличению валового надоя молока. МТС разрабатывает собственную нейросеть для программистов Software 2.0. Нейросеть на основе генеративного искусственного интеллекта сократит время на разработку программного кода на 40% и позволит компании сэкономить до 4 млрд рублей в год. Новые технологии уже тестируют команды ключевых продуктов цифровой экосистемы. Благодаря активному развитию IT-направления МТС вышла на второе место в рэнкинге крупнейших компаний в области информационно-коммуникационных технологий по версии агентства РАЭКС. Выручка МТС в этом сегменте выросла за прошлый год на 29%, превысив 125,5 млрд рублей. Кстати, сразу на две строчки в рэнкинге поднялась и Citronix Group, занявшая шестое место. Выручка компании по итогам 2022 года увеличилась почти на 16%. АФК-система отметила свое 30-летие семейным праздником спорта. В минувшие выходные в Клинском районе Подмосковья состоялась 19-летняя спартакиада, приуроченная к юбилею корпорации. В соревнованиях приняли участие представители 22 компаний. Первое место в своем дивизионе заняла сборная АФК-система. Наши спортсмены взяли золото в уличном бадминтоне, парном теннисе, плавании на спине, велогонках и гиревом спорте. А среди компаний численностью свыше 2000 человек сильнейшая оказалась команда БЭСК. Поздравляем победителей и призеров. В рамках спартакиады также прошел финальный благотворительный забег за лес. В этом году спортивно-благотворительная акция БЭСК-система собрала 2020 участников из 122 городов нашей страны, от Калининграда до Южно-Сахалинска. Забег проходил уже в третий раз и объединил сотрудников более 20 компаний. Волонтеры пробежали почти 70 тысяч километров. По итогам акции осенью будут высажены деревья на месте выгоревших лесных полос в южных регионах России. А часть средств от забега фонд направит на психологическую поддержку пациентов с тяжелыми диагнозами. На этом у нас все. С вами были Дмитрий Кольчугин и Дарья Сулименко. Еще больше информации на нашем телеграм-канале Система Ньюс. Всем хороших новостей и до встречи на следующей неделе.